Доброе утро, дорогие друзья. Итак, новая недельная глава, глава Ваера. Мы с вами должны жить по законам главы и извлекать для себя, как нам жить эту неделю и с того, какая недельная глава. А тут перед нами целые россыпи. Напомню, о чем эта глава, что будет на этой неделе. Авраам, Сдом, приходят к нему ангелы, уничтожение Сдома, спасение Лота. Приход ангелов, которые возвещают о рождении Ицхака, после этого изгнание Шмейля, после этого, не простите, после этого жертвоприношение Ицхака. Короче, эпохальные вещи. Давайте о некоторой поговорим. В первую очередь о Сдоме, потому что очень уж похож вот этот Сдом на тот мир, в котором мы сейчас находимся. Я напомню, люди Сдома были самыми богатыми людьми в мире. Земля Сдома отличалась невероятным плодородием, золото, серебро, драгоценные камни. Жители Сдома тряслись над своим богатством и боялись, что утратят их. Поэтому все их законы были направлены на то, чтобы законсервировать свое хорошее положение. Всякий кормящий странников должен быть предан смерти. Чужака, поседившего, который приходил Сдома, его надо было обязательно ограбить. Если гость не помещался на кровати, его ноги должны быть отрезаны. Если кровать ему велика, его такими вытягивали. Про Крустово знаменитая ложа. Ну есть еще всякие, например, там должен был парон, который возил к ним через реку. Стоит 4 монеты, но если ты придумал себе что-нибудь другое, платил 8. Каждый житель Сдома должен следить за поголовьем скота один день в году. А если у тебя скота нет, то ты должен 2 и так далее. Почему это так? Отчего все произошло это? В Сдоме все было материальные ценности обладали высочайшей значимостью. А люди, ноль. Люди должны были приспосабливаться под требования имущества. Если кто-то не соответствовал размерам кровати, надо подогнать под них. Иначе это причинало дискомфорт кровати. Понимаете, вот мир, в котором материальное первично, в мире, в котором, несмотря на то, что это было доведено до абсурда, это мир, где материальность преобладает. И мы во многом находимся в этом мире. Все когда-то было создано для служения человеку. Автомобиль для быстрого перемещения, дом для уюта. Но когда человек ставит во главе мира, во главе себя автомобиль или дом, или другое имущество, он поступает как люди с домом. Своё отношение к своим действиям, владелец собственности показывает, что когда он с утра до вечера только этим занимается, например, автомобиль или дорогой ковёр, что это абсолютная ценность. Ценность выше всего. И когда запрещают ходить по ковру, то ковёр может испачкаться. И человек появно покажет, что ценность ковра для него важнее, чем уважение к человеку. Была такая короткая история. Раф Вассерман когда-то остановился в доме у богатого человека. И вот однажды ночью Раф зашёл и увидел, что к ботинкам прилипла дорожная грязь. Чтобы не испортить дорогие ковры хозяина, он взял и пошёл через чёрный ход. Как только он переступил порог, хозяин сказал, ты разрушаешь мой дом, что ты делаешь? Мои дочери увидят, что глава Ешивы, крупнейший Раф, вошёл в чёрный ход, чтобы не испачкать ковры. В таком случае они могут решить, что ковры важнее, чем человек Ешива. Разве это учит их почтению некоторого? Пожалуйста, выйди и зайди через парадную дверь, несмотря на то, что у тебя грязная обувь. Вот как написано, понимаете? Вот дом был уничтожен, потому что так мир существовать не мог. Поэтому нам тоже надо об этом подумать. Есть ещё вот в этом доме, почему, наверное, Лотый был спасён, это заповедь о гостеприимстве, она против вздома. В вздоме каждого нельзя принимать ничего, а заповедь гостеприимства, которую проявил Авраам, может быть, благодаря которой и стал тем, кем он стал, она, конечно, основана именно на этом. И вот написано, что это заповедь такая, что мы пожинаем её плоды в мире грядущем. Надо обязательно встречать гостей с улыбкой, радоваться им, обязательно проводить их хотя бы до двери. Однажды в праздник Суккот к одному равину Вильно, Хаиму Градзенскому, это великий такой был праведник, пришёл человек, у которого не было ни еды, ни суки. Он был голодный, холодный. Рав говорит ему, пойди, пожалуйста, в суке, тебе сейчас подадут еду, а я очень плохо себя чувствую и останусь дома, потому что, как ты знаешь, больной человек не обязан есть в суке. И когда гость уже сел в суку, он видит, что с трудом спускается Рав, и говорит ему, слушай, мне пришло в голову, что больной человек хоть освобождён от заповеди сидеть в суке, но не освобождён от заповеди принимать гостей. Ведь наш праотец Авраам сделал это даже, когда испытывал боль после обрезания. Так что неуважительно и неприемлемо, что мой гость сидел в суке один, а я находился дома. Понимаете? Короче говоря, гостеприимство это важнейшая заповедь. И вообще, человек, чувствующий, что заповедь это мешок с камнями, не торопится принимать на себя лишнюю заповедь. Однако, если люди знают, что заповедь это мешок с бриллиантами, то всегда, независимо от того, насколько мешок велик, он будет рад ещё одной заповеди. А гостеприимство это великая заповедь. Брахава от слоха, хорошей недели и всего самого-самого лучшего.